Добрый день, уважаемые любители шахматы. Вот я опять снова на шахматной планете. Решил на разнообразие сыграть защиту каракан. Соперник у меня Дубровина Вероника. Не знаю, кто это такой. Наверное, скорее всего, какой-то трап. То есть, переводя для вас за женским ником, скрывается какой-то бордатый мужчина, типа Кончиты Вюрст. Ну, собственно, основной вариант защиты каракан. 3-0, Кроль Б1. Ну, и здесь у Био, конечно, сейчас будет огромный выбор. КНЕ4, ФЕ2. Опа, КНЕ2, что это такое? Сколько играл, сколько анализировал, никогда такой ход не видел. Ну, Ц5, наверное, основной здесь ход. АЖ4, вот так вот. Оно атакует меня очень нагло. Жертвует на Д1. И потом, наверное, на А6 хочет забрать. Ну, а С1, Ф6 защищает. Что просто не понимаю, что это за такая сверхоптимистичная жертва ладьи. Кстати, если я выиграю эту партию, наконец-то добью рейтинг до 350. Хотя мне как-то все равно с этим рейтингом. Сегодня уже обсчет международного рейтинга. Был, к сожалению, я обмудрился 20 пунктов посадить. В активные шахматы. У меня был рейтинг для Козы. 2300. Но, увы. Да, и теперь моё сопернику задумывалось. Потому что войдет Д1, конечно, бить нельзя. Ферзь на А6 будет подвисать. Что может быть? КНЕ3 просто тоже нельзя играть, к сожалению. КНЕ3 вот так вот без вводи белый решает продолжить борьбу. Но, наверное, она долго не продлится. Я возьму на Д4. Возьму на С3. Поставлю мат. Конечно, еще какие-то идеи у белых, возможно, есть. Вот сейчас они А6, наверное, хотят. Ну, а что если я заберу две пешки? Просто я с шаха на Б6 могу потом дать. Или сразу начать с шаха на Б6. Нет, ладно. Можно и в центре подорвать, в общем. Ай, тут много, наверное, путей к победе есть уже. Ну, наверное, заберу две пешки. И буду мат ставить. Нельзя же, конечно, с фонжи 7 после ТНЦ ходить. Нужно, конечно, КНЕ5. Или ФНБ6. Ладно, ну, сейчас, наверное, КРОЛЕ1 последую. Как-то все просто в этой партии до меня складывается слишком. Ну, и хрожу просто матом. Ходим Б1. Ну, сейчас уведу куда-то короля. Да. Всем все просто в этой партии. Если еще ЛД8, то, конечно, все вообще великолепно было бы. Но, тем не менее. Конечно, ФНБ6, если там будет повторение ходов. Не хочу повторения ходов. Вроде КРОЛЕ7, СЛОНЖ7. У тебя Ж8 проходит. Я не вижу никаких шахов. Со стороны Белых. Таких наглых. Так. Ну, он же 7, ВД8. Другого, видимо, нет. О чем еще тут можно думать? Конечно, можно сдаться. Ну, не знаю. А, КНЕ5. Ну, да. Может быть, я мат на Ф5 зевну. Нет, не хочу вам мат зевать. ФЕ6. А, ФЕ6. Надо ходить. Потому что ФЕ4, ФЕ6 мат будет. Да. Сейчас, после работы в таком полусланном состоянии, будет неудивительно, если сейчас мат в один ходит. Хе-хе. А, ФЕ3 украшает. Ну, нет, это не угроза. Надо подводить оставшиеся силы в бой. Ну, да. ФЕ3 не проходила. Потому что, там, ФЕ1 и мат бы ставил. Куда на Ф6, на Ф5. Можно КНЕ5. Перекрываю слона. Если А6, то КНЕ6 встанет. И все. Непонятно. За счет чего мне мат белый теперь вставят. У меня все хорошо прикрыто. Ну, и пора реализовывать свой перевес материальный. Правда, у меня что-то времени мало есть. На что я его потратил, мне не совсем ясно. Ну, да. Еще немного волнуюсь. Такие. Победа. Это. Нет. Войдя Ц2, ФЕ7 будет шаг. Поэтому нет. И на... ПЕШКИ надвигаю ферзевого фланга. И забираю на Ц2. Блин. Ну, как это я так взял? Он и всем же он берет. Оно берет. Ой-ой-ой. Эти неприятности у меня, у моего короля. Из ничего я создал себе пробл... Эй, еще вадью зевают. Да ну что ж такое. Не берет вадью. А что? Ну, все равно, блин. Ну, сейчас флаку броню просто нет. Ладно. Делаю ничего в этот раз. Потому что уже очень рискованно флаку рубить. Самому можно. Блин. Ну, это просто бред. Ну, и сразу в плохом настроении начинаю. Новую партию. С тем же соперником. Соперницей. Слон G5. Давно я вариант раузера не смотрел. Ничего здесь не помню. Естественно, вроде F3 надо ходить. И после размена на D4. И ферзь опять слон D2. Вроде так. Надо играть. E6. Не знаю, что это такое. Буду пытаться английскую атаку. Не буду менять ферзей. Хотя. Предыдущая партия показывает, что иногда лучше это делать. Если ничего не видишь после тяжелого рабочего дня. Ну, и теперь B5. Конечно, неприятно. И вообще все неприятно. Сразу ставок. В B5 нельзя ходить. Потому что это сразу сдаться. Конь E2. Слон B5. Ферзь B3. Правда, у меня еще ход находится. Не знаю, насколько это хорошо для меня. Конечно, пешку на B4 было опасно брать. Под вскрытие линии. Ну, теперь я хочу уже ферзей менять. Слон A2 есть такой ход неприятный. И ферзь C2. Но, правда, ферзь B3 у него темпы не хватает. На гладя C6 в гладя A6. С матом. Ну, если поменяет. Ферзь E3 и D5 походят. Правда, пешка пока на A7 подвисает. Не знаю. Так, вроде я ужасно разыграл. Все. Но, тем не менее, держусь. Конечно, надо менять ферзей срочно. А он и ферзь... Да, это совсем удивительно. То гладя в прошлой партии была скинута с соперником. С таким рейтингом по 3000. То сейчас ферзь... Ну, в романтичном настроении. Наверное, уже бородатый мужчина с женским ником перед партией что-нибудь погорячее принял. И сейчас абсолютно храбрый. Ничего не боится. Но, тут, конечно, у черных какая-то контр-игра есть. Это я понимаю. Ну, у меня два слона, во-первых. Если бы у меня два слона, допустим, у меня конь был бы... Было бы намного, конечно, интересней. Ну, я хочу разменять эти слона. И конь. Конь залез, конечно, на край доски. Крайне неприятно. Сейчас его ограничиваю. И как-то иногда начать двигать пешки ферзяла фланга. Да, первый разряд, конечно, и так и поверил. Еще и имя соответствующее. Ну, скорее всего, сейчас надо слонов поменять. Конечно, конь потом с край доски может уйти на f5, допустим, встать. Но надо пешки ферзяла фланга двигать. Пока не поздно. Так. Конь идет на f5. Ну, надо как-то к пешке а7 прикрепиться. Д5. Д5. Нет. Ну, все размены в мою пользу. Если я пешку а7 заберу, у меня просто проходная пешка, по-моему, это была ошибка. Поскольку пешка на а7 падает, у меня пешка отдаленная. Очень сложно за эту пешку будет коня давать. Конечно, если черные каким-то образом это умудрятся сделать, то на доске будет явно нечасто. Классическая крепость. Но я не вижу, как какую-то пешку можно остановить, если честно, сейчас. Кладя а4, король b3 потом. Или ферзь b6. Но пешка совсем далеко сдашла. Нет, ну, нет. Куда этот конь побежал? Конь c4, король c3 и все. Вот так вот, играя против соперника по 3000, я две партии подряд подавляющий перевес имею. И как-то очень глупо, да, еще и коня земну, набираю рейтинг 3150. Сдалось оно.